Продолжение следует... Я скажу. Хорошо. И капитан теплохода Пунин, Христофор Антон Шестович, Явруян. Вот такие встречи мы раньше проводили регулярно. Перед началом навигационного периода проводили регулярно. Ну, тут сказалось, наверное, пандемия, свое слово сказала Бетская. Ну и плюс ко всему, наверное, два года та же компания в Дон Трухлотке работали, не были в эксплуатации, не ходили практически пароходы, не выполняя свою трудовую деятельность. Вот. И, наверное, второе, я хочу влагать этот хай-правительство, у нас при новом стандарте исчезло из понимания, такое, вернее, из нашего лексикона, такое понятие, как ведение в специальность. Был такой предмет у нас, у всех буквально специальности, было ведение в специальность. Вот. Там было порядка 40-50 часов, где курсантам рассказывали, что такое флот, его устройство, структуру и так далее. Сейчас, к сожалению, такого предмета у нас нет. Для того, чтобы выбрать время, мы выбрали, входили к директору, директор разрешил нам занять часть ваших занятий, включая перемену. Вот в таком плане. Ну, я хочу, я представил вам уже представителя компании «Донтурфлот». Хочу представить своего Сергея Абоначева вначале, ну, а потом капитана теплобода Буни, непосредственно тот человек, который работает с вами, непосредственно. Сергей Абоначев, пожалуйста, раскрыть от своей компании, о том, чем вы занимаетесь, какие планы преследуете и так далее. Это наш третий курс. Это третий курс, который уже имеет рабочие документы, уже практически у 80% на руках рабочие документы, которые в этом году уже воплощают в жизнь свою мечту, идут на работу в составе экипажей судов, то ли морских, то ли речных, то ли пассажирских. Все будет зависеть от того, Николай Сергеевич. Кто же скажет, мы сейчас от директора пришли, о вольностях ваших, услышали директора мнения. Потом, наверное, выступит Николай Сергеевич, скажет свое резкое слово о том, хочу, не хочу пойти на практику, куда хочу. Пожалуйста, Сергей Абоначев. Спасибо, Александр Сергеевич. Вы сейчас без микрофона говорили? Я без микрофона. Меня слышно? Да. Ну, я думаю, так будет более... Живее, да. ...микрофон, да. Значит, как Александр Сергеевич уже сказал, действительно, я с большим удовольствием бываю в стенах этого учебного заведения, испытываю наслаждение, вспоминаю о молодости. Да, действительно, 48 лет назад я окончил это учебное заведение. Также актовый зал был. Ну, сидения были немножко поскромнее. Сейчас они мягенькие, все красивое. Училище преобразилось. Училище очень славно своими традициями. Вам очень повезло, что вы учитесь в этом учебном заведении. Вы, наверное, понимаете, что вы выбрали для себя не очень так легкую профессию. Не очень легкую, но очень необходимую. А проблемы с профессией в том, что необходимо обладать здоровьем. Здоровьем для работников плавсостава, или, как мы говорим, для водоплавающих. Это работа в отрыве от семьи. Работа в отрыве от базы. Это тоже в какой-то мере на вас накладывает отпечаток на эту профессию. Значит, цель нашего здесь, нашей встречи, они были, может быть, раньше более регулярными. Сейчас вот в связи с этой пандемией, в связи с этими преобразованиями в отрасли, и, наверное, по всей стране. Значит, цель нашего присутствия, цель нашей встречи, это довести до сведения. Как я понял, здесь вот в зале потенциальные штатные работники, которые должны идти на практику в этом году. И срок практики, значительный период, или, как мы называем, на полную навигацию. Я не ошибаюсь? Да, это на полную навигацию штатная должность. То есть, в основном, на 95 процентов. Которые идут в штатную должность. Вы уже, кто получил, кто на грамме получения, значит, вы получаете, вы можете получать уже матроса внутренних лодных путей, матроса, вахтенного матроса, вахтенного, да, матроса? Вахтенный матрос есть, матроса такого речного они получают. Ну, я говорю, матрос внутренних ходных путей, вахтенный матрос для работы на судах морского охота. Значит, и одно, и другое удостоверение для наших судов подходов. Значит, и также мотористы, да? Мотористы, вахтенные мотористы. И вахтенные мотористы. Аналогично и эти квалификационные свидетельства. Да, они подходят, они подходят. Сразу здесь могут быть вопросы, ну, вы будете их потом задавать, но я предвижу этот вопрос. Справки о плавании мотористов, вахтенный моторист, матрос, вахтенный матрос. Да, вы плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, хочется быть на морях, борозить просторы, получать хорошую зарплату не только в рублях, но и в долларах. Для этого нужно практика. И практика вам нужна не какая-то поверхностная. Это вы сами себя будете обманывать. А практика вам нужна, чтобы вы действительно пошли практику и поняли, как и что, и где работать. Это, будем говорить для вас, фундамент. С этого фундамента будете потом уже расти дальше. Наши суда, вот суда 302-го проекта, мы, если ростовчане здесь, кто знает, кто не ростовчане, на набережные бывали, они тут уже два года стенку обтирают, маячат, навигации не было. Это вот четырехпалубные круизные суда, 200-250 пассажиров, где-то это уместимость. Вот они находятся под стенкой сейчас, готовятся к навигации. По энергонасыщенности, я не скажу, что здесь где-то в бассейне у нас есть подобные суда. Придя на эти суда и пройдя здесь практику, вы получите колоссальный лишний опыт. Колоссальный лишний. Было такое, что работая третьим, вторым электромехаником, человек от нас увольнялся, и мне сгонят мои коллеги из других компаний, и говорят, спасибо за специалиста. Я понимаю, это как с изъемкой, говорят, ну перестань, ты чего ж это, мне, действительно от души, спасибо. Он тут, говорит, и моих работников научил, а про что он нам зовут? И он, говорит, и моих научил, как надо работать. Ну, вернусь к справкам о плавании. Справки о плавании. Выдаются справка о плавании внутренних водных путей, и есть справка о стаже работы. Это вот формы 7 и формы 13. Если кому-то что-то говорит это, но они там на двух языках, на английском и на русском. Мы тоже заполняем эти справки. И получив вот эти то, и тут, и другое, вы же выбираете, по какой вы полосе пойдете, по какой линии пойдете развиваться. Эти справки годны как для внутренних водных путей, так и для работы на морских суда. Значит, я смотрю, здесь и девочки у нас находятся. Это логисты, да, Елена? Да, да, и причем третий курс, да. Те, которые имеют желание работать в компании дом-турглот. Вот тут часть из них, ну, большая часть из них были уже у нас, ну, потом попозже, наверное. Ну, что касательно девочек, да, берем на предприятии работа проводник, ну, со звучным, со специальностью горничной. Что это за работа? Ну, я думаю, капитану будет подвергать на слово, он вам объяснит это. Да, работа нелегкая, тяжелая. За вами закреплен ряд кают, в которых вы поддерживаете эстетическое состояние. Несете вахту. Каждый день вы работаете восемь часов. Понятно, вы уже практику на втором курсе проходили и понимаете, что вахта это состоит с областного устава. Четыре часа, восемь отдыхаешь и четыре часа. Это написание истины. Для девочек говорю, что и у вас четыре часа есть такое понятие уборочного, а вторые четыре часа вы уже по графику укрепленного капитана несете вахту. Может такое остаться, что вы с четырех утра до восьми утра на вахте, а в восемь утра до двенадцати у вас уборочная. Сергей Иванович, это было с интуристом, с русскими интуристами несколько по-другому. Да, я к тому, что тяжело, тяжело втягиваются, работают. Вот таким примерно образом. если ко мне есть вопросы помимо того, что этот, пожалуйста, кто может сейчас задать, задайте. Кто не сформулировал свой вопрос в его подготовке, мы, наверное, решим. я думаю, они подготовят вопросы, пусть подумают, еще поразвалят. Выступит, наверное, сейчас Христофор Атташевич, капитан теплохода Бунин, непосредственно, он работает на теплоходе, непосредственно тот человек, который организовывает всю работу вашу на судне, как в качестве практиканта, так в качестве и штатных единиц. А потом вы подготовите вопросы, будете задавать вопросы нам и Николай Сергеевич последнее и наше общее пожелание вам выскажет. Поэтому послушаем вас. Спасибо, Александр Сергеевич. Ребята, что я скажу? На сегодняшний момент на теплоходе Иван Бунин, несмотря на то, что он простоял два года, 18 человек экипажа сохранились, не уволились, остались. Они до сих пор сидят, ждут разрешения на работу. Наконец-то мы дождались этого разрешения. Мы сейчас на сегодняшний момент готовимся к доковым работам. Сейчас готовим судно для того, чтобы перейти в док. После этого уже получим подтверждение класса и подготовимся к навигации. Но дело в том, что спустя 5-6 лет я так же сидел здесь, в этом зале и точно так же рассказывал про Сергея Фаначеву. Мы рассказывали, что за компания, как. Единственная разница лишь только в том, что тогда мы работали все наши 11 кораблей с интуристом, а в этом году мы выходим 5 кораблей с русскими туристами и один корабль с интуристом выходит. Но это только этот год. По прогнозам наших коллег иностранных, по всем все наши коллеги подтверждают нашу работу, они никуда не уходят. Это австрийцы, немцы, испанцы, французы. Они работают с нами с 23 года. Даже может быть в конце этого года, в июле месяце будут запускаться еще несколько судов. Это как прогноз. То есть я к тому, что если в этом году вы выбираете без разницы какой пароход вы выбираете и работаете, то на будущий год вы можете себе забронировать место рулевого или же вам понравится матросам. Потому что работа с интуристом это совершенно другая работа. Это не с русскими. Это и деньги совершенно другие. Абсолютно. Это ничем не меньше отличается от моря. Ну, может быть там на какие-то 5-6 тысяч меньше. Когда мы работали с интуристом, матросы и проводники зарабатывали хорошие, нормальные деньги. С русским туристом, да, с русским туристом матрос зарабатывает 30 тысяч, да? 30 тысяч это оклад или это на руки? Нет, у матроса 34 тысячи. 34 тысячи на руки. начисления. Значит, 30 это на руки плюс дополнительное обслуживание туристов это тоже около 5 тысяч. В общем, 35 тысяч будете получать, но вы будете накормлены, 4-х разовое питание, проживание естественно бесплатное. Каждый день у нас новый город. Вот я говорю про свой теплоход, очень интересная навигация. Начинается она 29 апреля. Первый короткий рейс Ростов-Алгоград-Ростов, затем 10-дневный рейс Ростов-Алгоград-Астрахань, Астрахань-Алгоград-Ростов, потом опять короткий рейс Ростов-Алгоград, затем поднимаемся на Москву. Это 14 дней. Это мы проходим опять же День на воде, Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Углич, Москва. То есть мы это как получат и мы каждый день видим веки, мы каждый день выходим в город, мы можем приобрести себе в пятерочке там и выпить и запустить, как обычно это все бывает в пятерочке в пятерочке у нас запрещены. Сразу говорю, что те, которые вдруг соберутся к нам идти, то мы должны понимать, что обслуживание туристов и находение на порту теплохода только в трезвом мире. Затем работаем между Москвой и Санкт-Петербургом. Мы работаем в двух этих озерах в наших Ладожском и Ионежском озерах. Мы видим остров Тижеве, мы заходим в Петрозаводск, город Петрозаводск. Затем мы идем в реки Сиви. Сиви это соединяет Ладогу и Ионежу. Выходим в Ладожское озеро. В Ладожском озере идем в это святое намоленное место остров Балан. Затем Сартовало, город Сартовало. Потом мы идем на остров Коневец. Это все в ладожском позе и затем заходим санкт-петербург 2 из у нас до и лабуки напереда через волгу на перь мы спускаемся опять москву из москвы уходим на волгу доходим до казани сказали уходим на каму до и лабуки заходим проходим уходим к острову свияж это где снимали сказку о царе салтане не заходить 2 то есть есть что посмотреть скажем для общего развития это интересно и самое главное как сказать самое главное это вы получаете как специалисты вы получаете очень хороший трамплин поработав на этих теплоходов на которых реально обучают курсант реально обучают то что касается матроса то что касается рулевого то что касается моториста потому что без как сказать экипаж это как ядерная цель и каждый человек экипажа это как одно звено которая выполняет свою работу и вот если вы не сможете ее выполнять тогда это звено рассоединяется поэтому все командиры конкурс состав просто обязан научить своих подопечных выполнять свою свою работу вот например у нас на суде именно так поэтому вы реально будете обучаться и швартовки и в машинном отделении когда вы будете ставить вахту с механиком начнем с того что мы сейчас идем вдох вы увидите подводную часть теплохода тут же бывает раз и пять лет это тоже очень интересно для механиков будущих ну собственно говоря начинать нужно если уж вы начали свою жизнь с флотом связать решили связать с флотом то начинать нужно я считаю моё мнение я потомственный речник работал немножко на море всего на все но я глубоко убежден что на те интереснее да они так много платят но на реке интереснее работать нежели начинает ужас реки чтобы было познание всего потому что моряки тоже заходят в реку и чтобы не были вот такие глаза как у моряков когда они заходят в реку и видят берега и все у них уже сегодня потерялись я 8 лет был османом я вас манил международный период это заводишь чисто морское судно с азовского моря в реку дон проходишь остров джульку и когда не видят эту узкость потом поворот свирного герла и они а как же тут а тут еще на встречу расхождения мистер парня все пропало все стоп машина якоря все побросали паника паника невозможно ходилось до успокаивать говорить что это нормально расхождение 45 метров между бортами на малом ходу это нормально я не как бы не обсуждаю моряков но их это присутствует море это другое это большие расстояния это исчисление в милях у нас исчисление в метрах поэтому начните с реки у вас будет опыт а потом дальше шагайте шагайте на море вы уже будут но вы уже придете на море вы были в море уже специалистами уже будете знать как отдаются я как вы не знать как как поддаются швартовые вы будете значит такой трав вы будете значит такой шпринг что такое продольный вы будете знать где носки корма и правый борт или что такое что такое мидель судно в конце концов это эти элементарные вещи вы будете знать ну у нас реально обучают вы реально этого научитесь потому что вы будете этим звеном которая соединяет всю цель которую вы будете выполнять свои обязанности поэтому каждый командир вы прибыл вы выпрекли каждый курсант прикреплен к или группа курсантов два-три человека штурману механику электрику и так далее командиру который обязан его его обязанности входит это наше внутри судовое входит обучить этих людей элементарные вещам это как за правило и потом да безусловно мы требуем с вас и дисциплину и порядок и ваши отчеты проверяем обучаем вас рассказываем помогаем с вашими отчетами о практике не тянем до последнего когда вы последний день прибегаете и стоите в очереди около капитана чтобы я просмотрела вписался пропечатал нет это течение навигации все мы делаем течение навигации мы занимаемся течение навигации проходим тревогу тревога с пассажирами происходит при каждой посадке тоже интересное зрелище это вот сначала кажется до большой пароход и нужно потеряться куда идти и что делать нет на самом деле он только с виду большой когда начинаешь работать все интересно все реально просто и когда уже он посадил пассажиров это шел в рейс вот это уже началась другая жизнь и там же все пошло своим чередом так что ждем вас если кому что интересно спрашивайте вопросы задают а у кого особенно выходит сантуристом договорились кто задал вопрос в чем разница у них шесть пальцев не на просто интерес значит если бы сказали я хочу я учусь листик французский испанский хочу какую-то практику иметь в общении этот игорь сравинский там будет одна группа остальное будет 30-40 туристов потому что он двигаться ну каждый весь будет одна группа и туристов а все остальное до посадка русского правил вы понимаете что на каждом корабле есть какой-то костяк людей да и проводников и матросов и ну просто так много правде хоп срочно есть по три по пять по шесть человек уже несколько лет работают кстати выпускники этого же училища у меня допустим у меня только четверо до сих пор еще проводниками как правило ставят старых работников допускаем поэтому я не думаю что допустим сразу кредитом если бы он был полностью тогда тогда понятно что вам все равно останется 5-6 каю достанутся с индуристом я же говорю что это трамплин нынешняя навигация это трамплин на будущий год на будущий год мы здесь отрабатываем набиваем синяки но мы учимся следующая навигация это точная навигация с индуристом это все 11 кораблей выходит с индуристом а вы уже пройдя практику уже будете готовы работать и вас уже руками-ногами заберут потому что у вас есть опыт работы с индуристом пандемия рано или поздно заканчивается она однозначно закончится все наши партнеры подтвердили что они будут продолжать с нами работать и компания дон турфлот работа только с индуристами там если кто-то попадал из русских это и единицы были да ну это как правило были конечные начальные рейсы это было до посадка русского туриста потому что конечный начальный рейс это как раз таки и не нашему работа скин есть который он организовывает который он оплачивает а фракт фракт начинается именно с москвы фракт теплоходов начинается с москвы и заканчивается в москве поэтому ростов москва москва ростов это это загрузка дону флота и поэтому он как бы да выдает бог места индуристов но в основном это загрузка русский так были всякие были японцы и китайцы и солейцы и немцы и солянки были но были в основном иностранцы сейчас сожалению видите такая ситуация с этой панды или не готовы они готовы наши туристы готовы как правило они были готовы на 20 год и выдали ваучер и ваучер который подтверждает на 21 потом 21 продлили на 22 теперь наверно продлят на 23 то есть те которые хотят поехать россию они остались если допустим там на ивангун было 2000 человек теперь осталось там 800 человек на навигацию потому что остальные или же эти ваучеры получили деньги назад или же на основании этого получили другой компаниями предоставляют могут предоставить взаимозаменяемые круизы но не в россии а допустим там если немцы то там у себя в германии на рейне на мозыре если допустим французы там тоже они могут предоставить свои круизы то есть истинные те которые хотели поехать и любят россию они все равно остались на каждом судне остались по 500-800 человек они остались навигация по-любому а старт я скажу всегда продается за год период продается это уже старт навигации то считаю что 60 процентов навигация будет работать работать и минус мастер еще есть вопросы ребята пока прицеликом компании и газович ну давайте вам скажем здесь собрались вновь третий курс в основном девочки когда я обращаюсь к ребятам которые представляют на судоводительские специальности эти механики есть и сюда водители есть матросов еще нет вопрос и отдельная тема вы еще не сказали упустили в момент достигнута договоренность пока устанет на у меня на заключатель договор о групповой практике наших матросов и механиками компании в компанию в этом году вы знаете вы многие из вас были в компании мосту флота многие механики были такая же практика теперь будет компанией ну вот то есть начнем показать теплокуда будет вот эти адресы что сказал отсюда были посадки в ростове и так далее пока в компании начинаем с ней работать по групповой практике ну и хочу николай довел позицию пока вы здесь все собрались нашего руководства в директора сейчас мы были по поводу вашего дальнейшего трудоустройства в штатной должности вот в компании которые вы желаете мы предыдущие два года допустили бурность такую потому что многие и особенно позапрошлом году и мы не ходили на работу и все же вы подписали при распределении на практику заявление писали там прошу заявление свободное прошу найти мне разрешить нет самому трудоустроиться но в итоге как показал опыт двухлетней давности что что у карт этого не вы пишете заявление о трудоустройстве собственно трудоустройство в итоге потом в июле месяце приходите к нам сюда вы не получили те практические навыки и в итоге мы еще раз повторно вас пытаемся трудоустроить это очень-очень плохая практика поэтому сегодня директор оппозиция николай сергеевича моя другая расскажите про про заявки которые есть уже у нас заявки это уже уже у нас есть заявки на то количество которые у нас имеется в участии ну список заявок на сегодняшний день пока формируется скажем так это еще сырая информация которая будет дорабатываться где-то в течение двух-трех дней но скажу с полной уверенностью что в принципе даже те заявки которые сейчас прибывают на охватывают почти сто процентов сто двадцать процентов у нас людей это раз позиция администрации очень жестко по поводу самоопределения есть срок поставленного конец февраля буквально первые числа марта для того чтобы вы предоставили нам письма из компании и подписали договор с компанией если с компанией не будет заключен договор с колледжем никакого диалога вообще не появится о вашем направлении это понятно ну в принципе носил позицию до судоводителей они в курсе опять-таки распределение будет осуществляться у судоводителей согласно графику учебного процесса и в течение недели не более того недели примерно две недели и вас здесь не будет то есть это не будет растягиваться до какого-то какого-то лета вы там посетите с мамой с папой вы будете сидеть ждать там чего-то как показал опыт предыдущих курсов в таком случае практика общий стаж получается около общий суммарный стаж этой практики при самостоятельности трудоустройства где-то шесть-пять месяцев все то есть вы априори машете рукой своим рабочим документам здесь однозначно позиция господа вам здесь прятаться не скрыться по списочке пойдем вас распределять путевочку другую и все это понятно списочек компаний ну я думаю к концу этой недели уже у Камева Сергея Валерьевича на столе где вы можете пойти по желанию записаться это раз смотрю механики очень неактивно это делают вы в этом останетесь пофамильно я вас буду поднимать и спрашивать в вашей перспективе собоводители меня пока не интересуют собоводители пока и стремятся сейчас проваливается ваша похода в другую а не еще провалится на столе 16 числа если вы не будете уделять внимание тестам готовьтесь для разговора с директором и с нами почему не учим почему проваливается это раз по поводу девушек конечно же необходимо определяться к нам подходили записывались уже необходимо подходить к этому вопросу уже более-менее серьезно потому что в марте вас необходимо будет направлять уже там допустим на пограждение на комиссии и так далее это все занимает много времени так как у вас на комиссии естественно нет правильно по поводу жесткой позиции я сказал по распределению сейчас есть время подумать сейчас есть время уделить внимание тестовым программам ГБУ это очень важный этап ну и естественно судя по погодным условиям господа вот опять таки все вы будете по улице мне кажется в этом году вот опять таки снова кажется конечно не уместно но навигация будет стартовать довольно таки интенсивно то есть раньше времени а значит судовладельцы по заявкам вас будут запрашивать раньше это понятно раньше значит не 16 марта а уже к 10 вы должны быть готовы к 5 марта два конфликта документов это важно если вы пропустите период марта начало апреля ни о каком трудоустройстве дальше речи не поймете вопросы поднимаем руки ну что вы стесняетесь кому не будет 18 лет давайте вопросы в развитии речи Христофор Анастасовича значит матрос это ну будем так говорить менее полифицированная специальность если взять весь экипаж но более распространенная на флоте и к тому что капитал матрос капитал без матроса ничто капитал свои функциональные обязанности которые ему предписаны без матроса не выполнят вот это к тому кто такой матрос значит речник помой поедет а вот моряка на речку пусть у него коленки затрусятся и что это раз и делитесь значит по документам вам идя на практику пакет документов выдается или вы получаете где вы должны отображать прохождение практики какие механизмы системы изучили и так далее из практики уже прошлых лет не откладывайте это на потом как капитан говорит что будет стоять очередь у каюты сразу работайте с этими документами и не устану повторять я это говорил пускай от вас руководитель практики прячется а не вы от него вы должны завалить вопросом а как вот это а почему вот это а если это то что будет понятно это только на вашу пользу а а вот касается теплохода ивангудин это тоже не очень очень важный момент восемь месяцев я в этом году могу подписать справку об плавании потому что мы буквально через неделю уводимся в эксплуатацию идем в долг поэтому обычно у нас пять с половиной справка об плавании очень редко шесть а сейчас у меня получается восемь месяцев я думаю это очень важный момент механики не забывайте у вас еще нужно судоремонт у вас стаж должен быть два месяца судоремонта это все отдельная тема все поскорчат делайте все выводы вопросов нет вопросов нет вопросов нет а почему кого если даже самая проакционная на все заяснения задавайте мы для этого пришли и построить диалог это диалог это вообще общение и вы не понимаете вот я пару вопросов скажу ребята еще раз говорю не за капусты вы сюда сейчас идете а за вам цел за признание а по окончании там понимаете нет капуста придет когда у вас уже будет закончена я до сих пор проработал 17 лет капитаном и до сих пор езжу на старой воле так что ранее не купил себе уже 17 лет капитаном как мне практикант патросов сказал ну это же вы а это я мне сразу 10 тысяч долларов а лавриненко будет выходит выходит навигация опять бабушка вы все знаете она создана для этого пойдет пойдет генерал лавриненко да в эту навигацию не планируется как капитан уже сказал вероятность небольшая что может среди лета генерал лавриненко заточен извините под конкретную компанию да там 7-летний контракт он не имеет права никому вообще отдавать все понятно там он и покрашен по-другому в 23-м вот там у вас работает генерал я выпускаюсь в 23-м кто-то работает пройдут везде во всех бортах смысл какой смотри сейчас допустим гипотетически пройдешь практику потом выйдет лавриненко на линию за тебя походотасливают что ты опытный боец на свой лавриненко да правильно я говорю да конечно вот что смысл авторитет зарабатывает дефонная связь между капитаном безусловно присутствует если человек переходит с корабля на корабль не потому что он убежал оттуда прибежал сюда а потому что закончилась практика и на следующий год его направляют на другой корабль безусловно мы друг друга звоним спрашиваем спрашиваем как человек что естественно это как мы называем неписанное правило всегда капитан капитан вопрос и когда приходит молва раньше чем человек естественно мое правило я никогда не беру последнее слово всегда капитана не 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 возник ни одного человека на борт не согласовав даже старшего капитана он согласует потому что извините отдел кадр отправил на тебе кого-то и все избавился а ему работает 200 душ в ответственности помимо членов еще вопросы есть такое понятие работа в команде в коллективе там это одна семья вы 25 часов в сутки у друг друга на виду там тяжело что-то скрыть это вот и есть семья это есть коллективы ну вопросов больше нет да ребята мы не будем ваше время отвлекать получиться нужно получать знания здесь поблагодарить хочу Сергея Афанасьевича и Христофора за работу за то что удивили нам время рассказали показали а ваше время теперь вернее ваша задача теперь думать о том как поступать вот вам реально политоста в частности сказал по срокам по цензу отказнички будем так называть которые отказываются нам сами пишут они приносят 2-3 месяца максимум цену это максимум максимум может быть поэтому думайте что вам нужно что старую разбитую шестерку покупать или получить или получить знания помощником капитана он покажет расскажет научит вас поэтому подумайте еще раз о том выборе своем будущем Я надеюсь на ваше благоразумие, и вы учтете то, что сказал Николай Сергеевич, позицию нашего руководства, что куда получили направление, будем четко спрашивать. У нас есть места, есть куда вас отправлять, в том числе и публика, есть куда отправить. На самом деле, вы отправляя, вы знаете точно, сколько они принесут в месяц отправку. А так, когда приходит комиссия метранца, мы ее ждем за дня, они открывают, смотрят, цен сплавания, выпускник, у него 5 месяцев, 6 месяцев, должно быть 12, не до стажа. Понятно, что все на занятия? Механика поставим? Механика поставим, да. На секундочку, да? Свободный, да.